Привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Биошок 2. В общем, куда-то нам надо пройти и что-то сделать. Найти какую-то тетку. Забрать у нее ключ, чтобы проехать дальше на этом нашем чудесном подводном поезде. Так, как бы не пропустить, что важное. Вот, например, вот что-то важное. Даже пулемет, это всегда важно. Это трупик Рози. Ммм, Рози, значит. Стоит вообще какой-то... Где? Где мы вообще по карте? Ого-го, тут сколько... А цель нам оказывает... Пошли туда. Ну, не знаю, наверное, стоит так пошла. Что-то вообще такое было, не знаю. Какое-то у них тут святилище. Give yourself and... Отдайся ей, но... Почему же они вокруг этой трубы сделали? Наверное, туда вылазит маленькая сестричка и дает им адам. Ну, я подозреваю. Может и нет. Все, все, собираю. Витокамера. Так. Это нельзя оставлять. Я взял ее. Нечестно. Это не берется. Это можно. Но, конечно, нам надо электричество. Оп. Что это творится такое? Я помню тебя, чудовище. Он убежал. Это ты украл меня, Элеонор. Это я чудовище. Ты в малышку, существо настолько жуткое, что оно не может даже умереть. А теперь тебе понадобилось я? Ты совершаешь ошибку, железная папочка. Когда мы повесим тебя на фонарном столбе... Какие-то только уголки. И ты сделаешь свой последний вздох. Я хочу, чтобы ты видел мое лицо. Обязательно. О, поздрайся. Автор взлом. Так, что ж такое? Это вот пулемет. Больше мы. Оп. А вот это серьезно. Тут ходит большой папочка. А мы с ним тоже разберемся. Но потом. Оп. Еще. Смотрите-ка. Мы можем взломать охранного дрона. И он нападет на своего хозяина. Это ли не круто? Тут он не очень нападает. Но тем не менее. Так тоже можно. Это вот в этом, я так понимаю, картошку жарят. И всякое такое. Притюрница. Промышленную. Ну как, промышленная. В учреждениях питания. Общество. Все это не вижу. Где-то должен быть. Вот. Вот, это модно. Но сейчас начнется. А? Один удар. Четыре дерьки. Патронов, правда, маловато. Но ничего. Удобно. Что по нам же и стреляет наш дрон. Взломали. Что это? Что мне откуда? Там еще шмалит какая-то. Злая тетка. До свидания. Видите, еще сюда идут. Ну что ж вы, что ж, идите отсюда. Прям вот сюда. Надо все пособирать, а то еще на нас нападут. А мы не совсем готовы. Совсем не готовы даже. Пока вот эту вот большую папочку трогать не будем. По случаю того, что надо заполучить еще кое-что. Еще один инструмент, которого у нас нет. Но дробовик это крупный шаг вперед, да. С ним теперь будет в целом проще. Еще один здоровяк. Ничего не берется. У нас всего этого полно оказывается. Так, куда нас пошлют? Нас пошлют сейчас сюда. Внутри мы были. Еще хочу слазить. Кажется, что-то тут еще вверху есть, да. Давайте вначале слазим на крышу, чтобы уже тему этого квартала закрыть. Да, тут есть, помнится, турель. Слушайте, какой приятный взлом. Главное, конечно, не тупить и вовремя нажимать, когда стрелка на правильных секторах. Но значительно быстрее. Но значительно быстрее. Причем, в первой части, конечно. Мои предки жили в Сент-Луисе, в Гувервиле. В 1900... Здесь нельзя жить. Этот город в прямом смысле ссыт на нас и уже давно не просыхает. А Райну плевать. И чертову Фонтейну тоже. Зато вот доктору Лэмп не плевать. Для нее мы все еще люди. Она проводит бесплатные консультации по воскресенью. Во время них у меня возникает чувство, что у нее свои планы на восторг. И на меня. Да. Такая хорошая доктор Лэмп, что просто. Заглядение. Кто здесь? Действительно, где он? Кто здесь? Где здесь? Где они? Где же вы? Девчонки. А, вот я. Ёлки. Надеюсь, он на нас не согрелся. Не-не-не-не, не должен. Ты иди себе. Пока. Гуляй, пока гуляй. И еще мы тут не рассмотрели вот это место. Не то, чтобы оно важное, но оно есть. Религиозные права, доктор. Вы можете поклоняться любому дорогому вам идолу в стенах своего собственного дома. В восторге действует единственный закон. Свобода. Человек должен лишь самому себе. Намеки на противоположное, следовательно, незаконно. Да. Задайте себе вопрос, Эндрю, что есть ваша великая цепь прогресса, если не вера? Цепь есть символ иррациональной силы, ведущей нас к восхождению. И мистики в ней не меньше, чем в распятиях, которые вы конфискуете и сжигаете. Да. Ты не одинок. А вот это Грейс Хэллоуэйт. Это вот как бы ее мы должны найти. И обезвредить. Она где-то вот тут, в этом отеле. Ну, это печалька. Нам преградили проход. Как и в первой части, тут будет фотоаппарат. Это будет не весело, потому что нам придется все время фотографировать этих монстров, монстров, роботов, монстров, больших папочек, сестричек, кого угодно. Весь набор персонажей. Перед тем, как стрельнуть по ним, конечно, тут большой прогресс. В том плане, что... Я не помню, как в первом было, но после фотографии сразу переключается на оружие предыдущее, которое было включено. Это да. Ну, если монстры идут один за другим, то немножко напряжно даже и это. Тут ничего не видать. Все вроде собрали. Что могли тут? Эти открываются. Нет. Ну, или я пропустил какой-то. В общем, идем дальше. Теперь у нас цель немножко поменялась. Сюда мы попадем аж... Этих... На Халка похож чем-то. На Халк. О! На Халк. Там тоже пока что закрыто. Харет закрыт эту и нечего туда ломиться. Просто так. Привет. Звоночек. Это наша система. Значит, кого-то там она... Кого-то она там радует. Кого? Где? На! Да ладно. Так мы не узнали. Пока что этих не стоит трогать. Мы не получим фотоаппарат и не начнем их снимать. А вот тут сейчас будет жарко. Перезаряжаем дробь. Картечь. Потому что, потому что... Что ты себе позволяешь? Вообще, его лучше с помощью пулемета. Так можно... Куда он делся? Сравненная пила. А! Ты вляпался. Ты вляпался. Конечно, вляпался. Это больно. Фух. Как-то разобрались. Надо было его пулеметом. По-моему, он остановился на тревоге. Но тревоги нет, значит, все хорошо. Вот, еще одна чудесная витокамера. Где-то что-то стреляет. Вот, нам туда как раз надо. Но не пройти по случаю вот этого. Я использую найденный код, чтобы открыть замок клиники. Код? Так ты попадешь на крышу. Где я нашел код? Где-то тут я нашел код. Может, тут... Где я нашел код? В общем, двигаясь где-то тут, я нашел код. Собираю все, что есть. Может, где-то тут цифры виднеются? Ну, ладно. Предположим, так надо. Как я его нашел? Серьезно. Он сам нашелся. В общем, лечилку мы взломали. Давайте просто так по периметру обойдем этот квартальчик. Тут ничего особо нет, но нам придется тут по этажам бегать. Вот и все. Я построил эту железную дорогу с нуля, играя по правилу мистера Райна. А потом он попросил сбросить всю наличность в банк, чтобы дать восторгу свободу для маневра. И теперь чертов Остин со своими ботисферами хочет купить меня с потрохами. Вывести из бизнеса. У меня нет семьи и нет времени на друзей. Я Атлантический экспресс. Ведь это конечная станция. В общем, где-то тут покоится создатель этой Атлантической экспресса. Система коммуникации. Почему они хотели? Да здесь нарк... 0047. Слушайте, как я его взял? Не знаю, не лазил. Ну или так. Хм, прекрасно. На самом деле, нам вот туда. Ага. К тому же нас ждет турелька. Хорошо ждет. У-у-у. Ну, пусть хоть так. Ну, конкретно туда мы сейчас не пойдем и обойдем, чтобы зайти сверху туда. Что там? Еще есть кто-то? Хи-жи-ни глупые системы охраны. Серьезно. Интеллект заставляет сомневаться в их надежности. Искусственный интеллект, конечно. Так, но мы обойдем сквозь все, что есть в этом уровне, чтобы зайти через два этажа выше пуститься вниз найти кучу врагов и паверапов. Что-то... А, вот же. Это нужная вещь. На. Что-то еще где-то вроде там. А вот, кстати, можно попытаться взять с помощью телекинеза. Ну, да. Почти. Прекрасно. Короче, пусть там лежит. Может, потом внизу подберу. Если не забуду. Не знаю, что-то нам тут взять надо. Покортечь по 40. Ничего себе. Выпали заклепки. Ну, спасибо. Стали они по 32. Ну, это все-таки определенная снижка. Так, что же мы будем модифицировать? Пулемет. Ну, это надо додобить пулемет, а потом уже... ...пулемету улучшаем. Когда мы улучшаем полностью все три улучшения одного оружия, нам дают ачивку. Вот так. Просто я уже проходил и улучшал, и мне уже сейчас не дали, как вы догадались. Но следующее на подходе обязательно дробовичок. Улучшать. Что они себе позволяют? Эти ваши мутанты. Всех полезных мутантов знают только черепашек-ниндзя. И те черепашки. Атлас и Райан разошлись не на шутку. И я остался совсем без работы. Раньше было просто. Последишь за каким-нибудь гулящим муженьком и греби денежки. А теперь дела идут так паршиво, что даже камеру пришлось заложить в ломбард. Начинаешь думать, не пора ли самому начать принимать адом. Если бы у меня, конечно, были на это деньги. Все. Ну, это лежало почему-то тоже было в животных. Странно. Элеонора, маме нужно ненадолго уехать. А ты поживешь у тети Грейси. Мамочка, не уезжай! Элеонора, ты выше этого. Ты помнишь, что я тебе говорила? Что я особенная. Правильно. А что еще? Я рождена, чтобы изменить мир. Да. И когда мама вернется домой, мир действительно станет совсем другим. Она подготовит его для тебя. Элеонора. Меня смущает, почему эти записи просто так раскиданы по всему городу. И только вот мы их и находим. Ну, понятно, нам так рассказывают сюжеты игры, но оно как-то нелогично. Так же нелогичное, как всех, кто угодно могут подключиться радиоканалу нашего от этого большого папочки и сказать ему что угодно абсолютно. Так, вообще-то нам сюда вот вниз. Стоп. А, да, это же мы тут ее хакнули. Все для того, чтобы взять тут пулеметные патроны. Оттуда мы хакнули, сюда мы пришли, но так мы обошли через третий или четвертый какой-то этаж. Так, тут можно зайти перед вывеской. и для чего взять то, что вот тут лежит. Ну, это вшивые заклепки-ловушки, которых у нас уже хоть объешься. но ведь нет никого. А, есть. канала-ловка уклонилась. Так, тут сачки, сундуки, чемоданы. багаж. Доктор Лэнб, София, вы просто не понимаете меня. Я приехала сюда, чтобы петь, чтобы создать семью, но я просто не подхожу этим людям. А вот вы подходите, Грейс. В восторге Эндрю Райана я, Паня. Мы с тобой сторонницы непопулярных идей. Но насколько ты предан моему восторгу. Если захочешь узнать больше, приколи эту бабочку на лацкан пиджака, когда придешь ко мне в следующий раз. Если не захочешь, мы больше никогда об этом не заговорим. Вот такая бабочка символ их религии. наверное, это религия все-таки. Ну, вот и фотоаппарат. Эта штуковина настоящее чудо техники, сынок. Работает как кинокамера. Начинай снимать прямо перед тем, как начнешь стрелять по мутанту. И с каждым выстрелом ты получишь все больше информации о его ДНК. Ну что, давай ее испытаем. Давай, вот. Не спеши. Ты уже готов ему в глотку вцепиться. Включай камеру назад и тогда начинай его бить всех. Послушай, сынок, камера поможет тебе определить особенности любого мутанта. Найди кого-нибудь из этих громил и сними его. Сделай это и скоро тебе хватит сил, чтобы разобрать завал перед отелем. нам намекается на того Халка сфотографировать, научиться от него чему-то. Ну и собственно разобраться с завалом отеля. Без понятия. Еще один ловко уклонился от пули. Просто мастера. Вот с этим надо разобраться, но как бы так хорошо делать? Да шуми, да шуми. Ну, я знаю так. Вот и так. Мы же улучшили наш чудесный пулемет. Ну, или так. В принципе, малой кровью обошлись. жалко, правда, бронебойные патроны, потому что они... Ой, как пригодятся еще. Кстати, на этом уровне всего две младших сестрички, значит, это хорошо. Это хорошо. И сразу тут у нас есть... Ну, наверное, прикупим перед тем, как начинать сбор Адама немножко дроби, потому как... Ну, картечи, картечи. Потому как потому. Какая-то ерунда выпала, но это и не ваше. Кстати, можно собирать больше 500 долларов, кажется, до 800. Ну, и картечи. Я думаю, хватит, а не хватит. Пулеметом достреляем. Дротик можно взять один, но он один и будет. всем. Значит, включаем чудеснейшую нашу дроби. Лежала что-то картечь, вот он. И начинаем сбор. Все, работаем. Семья! Это чудовище похитил еще одного из наших детей. Железный папочка жаждет заполнить пустоту внутри себя. Он никогда не отпустит ее. Если вы достигнете ее, видно. переключать на камеру немножко неудобно. Если бы она сама после убийства переключалась, было бы неплохо. убежать девочку ходим вперед даже налево. Да что ж такое. Ну так тоже можно. Сейчас прибегут. нормально. Нормально. Семья. Отставь девочку домой. Урод. Семья. Семья. Давай, давай, хватит пить, давай, работай. Скоро придет восхищение. Возрождение станет самым легким мастерством. Ну как-то так. все вроде бы дособирало. Камон забиты. И еще может одну успеем. Не знаю, где тут ближайший трупик лежит. О, аж там. Да, давайте. Быстренько может успеем, а заодно и хватит, если что, на какой-нибудь тоник. что такое? Кап, что? Я тебя жду. Ух ты. Снайпер гадский. Так, что, кстати, у нас тут? Ну, ты умный какой. так вот. Тоже можно. Так, нам нужно чудеснейшая картечка. Да, как-то так. Давай, собирай. Работай, дочь, работай. Семья. Чудовище похитило еще одного из наших детей. Угу. Оно отвратит ее от нас так же, как она поступила с Илеонорой. Ну да. Покажите ему, что его ждет. Да, он войдет в наш сад. Покажите, что ждет. Как этого не фоткать? Ну, еще одна. Так тоже можно. Вот это плохо. Где, где, где? Ну, где ты там? Выходи, где вы там? У-у-у. Без исследовательской камеры мы до Грейси не доберемся. А это значит, что мы застрянем здесь. Давай, сделай кинозвезой одну из этих обезьян прежде, чем как следует ее обработать. Что-то я не понял, что творится. Кто так ловко стреляет? Жалко, одну пропустили, но ничего. Все. Раз так, давайте еще ее отпустим и на этом завершим эпизод. Ближайшая прятальная дырка вот здесь. Хайди Холл. Итак, спасаем сестричку. Давай, давай, пока. Адьос. Ты-ри-ды-ри-ды-ри-ды-м. Барабам-барабам. А как-то так. Спасибо, все дела. Давай, адьос. Вот еще где-то одна такая ходит. Давай уже, беги, я за тебя проживаю. Вдруг тебя поймает какая-нибудь обезьяна из местных. Ну вот, такая ситуация. А мы навестим еще саб-собирателей, чтобы взять какой-нибудь тоник. А, пожалуй, уже в следующем эпизоде. Вот он, прямо перед нами. Кого нет? Отлично. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.